Здравствуйте, уважаемые садоводы и огородники! Меня зовут Русский Хован. Я приветствую вас на канале Процветок. Сегодня мы поговорим с вами о получении и выделении семян из плодов томатов. Вообще, получить семена из томатов совершенно не сложно. Мы уже говорили о том, какие мероприятия надо провести для того, чтобы обеспечить целостность сорта. При выращивании в открытом или защищенном грунте. А сейчас поговорим, как добиться высокого качества семян. Одно из важных мероприятий по получению семян томата, это доведение плода томата до состояния полной спелости. Почему это необходимо? Дело в том, что в состоянии полной спелости семена уходят в покой, находятся в своем нормальном физиологическом состоянии. Они полностью наполнены запасом питательных веществ, зародыш там полностью сформирован и семена готовы к достаточно длительному хранению и обеспечению высокого качества будущих растений. Если мы будем выделять семена из недозревших томатов, в этом случае мы можем получить щуплые семена с недостаточным накоплением питательных веществ, что не позволит впоследствии получить качественную рассаду и растения. Плоды томата, к счастью, способны к дозариванию. Что такое дозаривание? Дозаривание это способность плодов к достижению состояния полной спелости уже после уборки, после снятия с растения. Конечно, для того, чтобы семена были наилучшего качества, необходимо снять томаты в состоянии такой вот полной спелости, для того, чтобы эта спелость случилась на самом растении. В этом случае можно быть уверенным в том, что семена получили все необходимые питательные вещества от материнского растения. При этом даже такие плоды, которые находятся в состоянии такой хорошей спелости, и то требуют небольшого дозаривания. Это необходимо для того, чтобы все-таки в полной мере обеспечить покой семенам, чтобы они в него ушли наиболее качественным образом. Первый вопрос, который возникает, это как закладывать томаты на дозаривание? С хвостиком или без? Конечно, лучше всего этот хвостик удалить. Почему? Потому что этот хвостик может стать источником развития инфекции, в частности серой гнили, белой гнили, при дозаривании томатов. Конечно, если томат лежит один, где-то в светлом или темном месте, то в этом случае риск заболевания, риск инфекции минимальный. Потому что он хорошо проветривается. Если же томаты находятся в массе, то как раз вот этот хвостик и может оказаться источником инфекции. А нам надо получить максимально здоровые семена. Несмотря на то, что, казалось бы, вот этот плод уже полностью созрел, имеет хорошую окраску, вот в этой вот зоне, зоне возле хвостика, все-таки у него окраска еще немного светлая. Это означает, что томат этот, по крайней мере, в течение недели необходимо дозаривать. Ну, а вот этот вот плод, он еще даже не набрал в полной мере цвет. Он немножечко светлее, чем вот более типичный плод. Ну, и если плодоножка вот эта тяжело отрывается, это тоже может говорить о том, что томат еще не находится в состоянии полной спелости. Ну, наверное, не лишний напомнить, что для дозаривания, для семян следует отбирать томаты наиболее типичные по форме, по окраске, без признаков болезни, без каких-то серьезных повреждений плода. Ну, а вот такие томаты, безусловно, требуют полного дозаривания, для того, чтобы получить высокое качество семян. Какие риски есть при дозаривании? Чем дозаривание хорошо и чем плохо? О том, что хорошо мы уже сказали, а вот чем оно плохо? Тем, что если томаты передержать, многие сорта склонны прорастать прямо внутри плода. То есть, можно разрезать плод и увидеть, что семена там сформировали проростки. Это уже плохо. Такие семена для дальнейшего использования не годятся. Поэтому очень важно взять плод для выделения семян в нужной фазе. Таким образом, когда плод полностью окрасился в типичный для данного сорта цвет, дозаривание, в теплом месте при температуре 20-25 градусов, может проходить в темноте или на свету, но в темноте даже лучше, в течение не более 7 дней, для того, чтобы предотвратить риск прорастания семян. Для ускорения дозаривания, например, если у вас нет времени ждать, например, в течение недели дозаривания плодов, или плоды у вас находятся вот в такой стадии технической спелости, то есть, их цвет еще полностью не сформировался, а вы уже вынуждены снять эти томаты, а такое бывает в связи с, например, риском заражения фитофторой. И вот пока плоды еще не заразились фитофторой или какими-то еще болезнями, иногда целесообразно снимать плоды вот в такой вот фазе. В этом случае ускорить их дозаривание и существенно ускорить можно с помощью плодов банана. Дело в том, что и банан, и любые другие спелые плоды выделяют один из пяти гормонов растений. Это этилен. Этилен это гормон, который способствует быстрому созреванию плодов. В этой связи вот или бананы, но можно использовать и другие фрукты, даже яблоки, например, можно использовать, или спелые томаты можно положить вот к таким неспелым. Но бананы просто рекордсмены по выделению этилена. Поэтому можно взять, например, вот два банана вот таких, положить их в полиэтиленовый пакет, сюда же положить плоды томатов. Можно вот так завязать. Эти тоже можно сюда положить. И они здесь дозарятся просто прекрасно. В этом случае дозаривание может быть ускорено в два раза. Вот таким вот образом они будут дозариваться очень быстро и качественно, без риска начала прорастания семян внутри плода. С другой стороны, бывают иногда случаи, когда необходимо задержать созревание томатов. Ну, например, вы сняли хороший плод, а времени на то, чтобы выделить оттуда семена, у вас нет. Вам надо подождать, чтобы он не перезрел, чтобы семена там не проросли. Это тоже сделать несложно. Для того, чтобы это сделать, необходимо наполнить вот этот вот пакет углекислым газом. Углекислый газ способен, так сказать, снижать или даже предотвращать действие этилена. Ну, где нам взять углекислый газ? Проще всего углекислый газ взять из бутылки газированной воды, минеральной или любой другой. Для этого достаточно выпустить воздух из пакета, на некоторое время вот так его одеть. Здесь можно потрясти бутылку, и этот пакет наполнится углекислым газом. Ну, углекислый газ тяжелее воздуха, вот видите, он уже как хорошо наполнится. Поэтому он будет сюда вот вниз стекать. После того, как вы наполнили этот пакет углекислым газом, он никуда не улетучится. Вы можете сюда положить ваши плоды и оставить их здесь в завязанном состоянии на некоторое количество дней. Они приостановят свое созревание. Этот прием тоже иногда нужен. Ну, вот вы получили томаты, которые уже полностью дозарены, которые готовы к выделению семян. Что с ними дальше нужно сделать? Это все очень просто. Плод необходимо разрезать. Вот здесь внутри находятся семенные камеры. Некоторые сорта имеют три камеры, вот как этот. Некоторые две камеры, как правило, это такие удлиненные, некрупные плоды. Необходимо выделить вот эту вот жидкость вместе с семенами. Жидкость вместе с семенами содержит также и такую капсулу вокруг семян, слизистую. Некоторые спрашивают, нужно ли избавляться, нужно ли промывать эти семена от этой капсулы. Или можно их прямо вот так на бумажечку, на какую-то салфеточку высушивать и использовать. Ну, их полностью вычищаем. Ну, на самом деле, использовать семена, высушенные вместе вот с этой капсулой, очень неудобно. Они прилипнут к этой бумаге, покроются этой капсулой. Высокие риски, что на этой капсуле потом заведутся какие-то патогены и будут там мешать будущим проросткам. Поэтому необходимо вот эту жижу всю слить в стаканчик. Можно добавить немножечко воды, можно не добавлять, если этой жижи довольно много. И оставить ее выбродить. Буквально в течение недели она забродит и в процессе брожения семена отделятся от этой капсулы. Некачественные семена и капсулы, и мякоть сплывут наверх, в них будут пузырьки воздуха, там будут призываться дрожжи, будет образовываться газ. А качественные семена опустятся вниз на дно. Это еще одно преимущество этого метода, который позволяет отделить качественные семена, выполненные от некачественных семян. После этого слить эту мезгу, которая сверху получилась, промыть остатки, которые содержат семена, то что на дне осталось, как следует несколько раз в воде. И потом уже расстелить их на бумагу для досушивания. И после полного высыхания их можно всыпать в бумажные пакеты, подписывать и хранить до того, как необходимые будет высева для получения рассады. Таким образом, само по себе получение выделения семян не является какой-то сложной процедурой. Однако же в ней есть некоторые нюансы, такие лайфхаки, которые помогут вам либо ускорить дозаривание семян, получить большое количество высококачественных семян, либо наоборот задержать дозаривание плодов до того момента, когда вы сможете приступить к выделению семян, когда у вас будет для этого благоприятный момент. Это интересно получать свои семена, потому что вы можете поддерживать какие-то старорежимные сорта или сорта, которые вам кто-то дал, иногда даже названий их не знаете, но они вам нравятся. Купить их в магазине затруднительно, поэтому действительно такая необходимость всегда бывает. И поскольку это не сложно, можно поддерживать семеноотство тех сортов, которые вам нравятся, делиться с соседями, друзьями, чтобы они пробовали эти сорта и выращивали тоже. На этом я с вами прощаю. Задавайте ваши вопросы, ставьте свои лайки, оставляйте комментарии. Мы всегда рады ответить на все волнующие вас вопросы. Всего хорошего! Субтитры создавал DimaTorzok